Зелененькая точка, маленький. Все, дальше уже середина карты. Это либо экспант, до которого бежать тебе и противнику одинаково. Это либо центральная оранжевая точка. Короче, все остальные точки, за исключением одной разве что, которая у таверны находится, они равно удалены от вас двоих. Если человек захочет прибежать к тебе похарасить, он прибежит похарасить. Авария не очень любит до третьего уровня, когда прибегает. Ой. Что это? Интересный звук. Видимо, запрос пришел в Battle.net. Класс. Класс. Поехали. Очень много зрителей. Тут Соник у нас, Мистер Лайт, Вандербраун, Типси Лич. Абузер, Вольверин. Ну, не знаю, кто такой твитчер. Ну, и когда у тебя никнейм Твитч, то... Трофимов Сергей говорит, Михаил, мое уважение, пришлось сообщение на имейл, дали подписку на месяц, бороться с карантином. Большое спасибо. Да, мы сегодня, я не знаю, дослали ли до конца или нет, но сегодня была тоже большая-большая партия писем. Если вдруг вы зарегались на ГГ, ну, или когда-то у вас там был аккаунт, вы не помните, проверьте просто мейл возможный. Возможно, вам пришло письмо счастья. Вот, и там нужно будет просто пройти по ссылке, не реферальной, и вы сразу залогинитесь на сайте, и вам активируется сразу же подписка. Как узнать, какая почта была 10 лет назад, Акрегел? Память. Нет, вообще, при восстановлении пароля ты можешь посмотреть, там, кажется, частично имейл пишется. Вот, ну, Алеша БДЖГГ, спасибо за прем, пользуйтесь на здоровье. Премиум дает вам, во-первых, отключает всю рекламу на сайте, а во-вторых, дает вам цвет, статус, иконочку в чатике и анимированные смайлы. То есть все общие смайлы, они анимированы. Ну, кроме смайлов там конкретного какого-то канала. Вот. Стандартный герой, как мы видим, у Фогича. Не будет экзотики в виде нейтралов. А сброс пароля не сбросит текущий? Нет, пока ты не перейдешь, тебе придет письмо о сбросе пароля, ты перейдешь по ссылке, и после этого там можно будет поставить новый пароль. Как-то так. Финал почти классический, то есть они очень много раз встречались в финале. Не знаю, что у них по историям конкретно по этой карте, какая статистика. Мне кажется, здесь будет Дима, тот же самый универсал, учитывая размеры карты. Варден, Варден, все-таки Варден. Ладно, хорошо. Ну, так интереснее, потому что, во-первых, интрига, во-вторых, Варьи сегодня еще, по крайней мере, не было. В-третьих, это, ну, мой любимый вообще герой. Она, конечно, в компании, как вы помните, дико накосячила просто несколько раз. Ну, если что, когда пришли за Эллиданом, ее не было на месте. Тюремщицы не было на месте. Была какая-то шпана просто, арчи, непонятные хантрессы и какой-то там страж. А главной тюремщицей, у которой, как бы, задача, она по лору вообще должна охранять Эллидана, ее не оказалось на месте. Куда уходила, особенно в карантин, черт ее знает. Потом у нее были загоны из серии... Да, Террент точно провалилась, точно утонула, ее нет смысла спасать. Я видел точно своими глазами, как ее растерзали Андеды. Хотя мы-то видели, как она ультовала на мосту. И потом упала в воду, будучи на полосатом коте, понимаете, там изи выплывается. Вот. Ну и... Ну и вроде все. Ну потом она, конечно, совсем у нее кукуха поехала, и она стала всеми правдами и неправдами за Эллиданом гоняться. Черт ее знает, что там с ней потом стало. Но самый большой косяк это то, что тюремщица свалила куда-то из тюрьмы в тот момент, когда... Я понимаю, что скучно, 10 тысяч лет, ничего не меняется, сидит Эллидан. Но, блин, тебе же платят за это. Это твоя работа. У нее перекур. В общем, Варденка охотится сейчас за футменами. Получает второй уровень. И... Будет? Да, не жалеет Виспа. На Эмма. Серьезно, прямо в Эмму побежишь? Ты беспечная какая. Вообще не пускает ее. Ой. Пошла беготня. У Варьки кольцо неплохой артефакт. Почти удваивающий запас брони и... Ботиночки покупает Архмак. Это очень сильно... Ну, Варя, естественно, тоже покупает, потому что Близзард и Патч. И два сапога, пара, продаются в магазине. Но Варе нет третьего уровня, понимаете? Можно играть против этого уже агрессивно. Тем более, когда Эльф делает две Арчи, халявщик. Просто халявщик. Как это? Ну, хотя он берет тролля, выкупает. Тролля выкупает. Блин, какой же герой классный. Такой халявный, е-мое. Вы посмотрите. Да, третья Арча была... Она шопилась тоже. Блин, а тут непонятно кто вообще кого. Подрезает еще одного фута. Архмак идет в контратаку, чтобы вот за этого фута... Учитывая то, что Варя должна за ним бежать, что-нибудь здесь выиграть. Варя подрезает еще одного фута. Фоги... О, достроил четвертую Арчу, молодец. Ну, четыре это уже. Ай, какой диспел был неправильно от Фогича. Должен был сначала сделать выстрел один-два, а потом уже гарантированно диспелить. Тем более, элементарь бегает медленнее, чем тролль. И можно выбирать, когда ты потратишь эту ману. Класс. Ну, сейчас на ножик накопится, на еще один. Я думаю, что Варя будет целенаправленно мочить еще одного футмена. Не хочет тратить ману. Потратила. Вообще так поздно. Классно. Так, нужен магазин. Магазин для Варден это прям must-have. Ночь, реген маны, которую она так любит. Кажется, будет по таймингу. Как? Хавк накормил просто Варьку четырьмя футами. Четырьмя футами накормил. Она была второй, больше не крепилась после этой точки. Элементарь, четыре фута и все. И она почти третья. Да. Ну, я не знаю, что в такой ситуации делать. Ты с одной стороны должен мешать ей крепиться, с другой стороны... Вот как начинаешь мешать крепиться, так и начинается подрезание с ее стороны. Варя забирает здорово, просто дракона. Да, всех тут забирает, он не будет. Получает паладиновскую ауру явно. Там было, да? Л, Л, да, паладиновская. Вот, и у Фогича уже... Даже книгу прочитал. У него уже третий уровень. Варденка на левел обгоняет архмага. Ё-моё. Тут битва идет на... Ой, вторые ножи. Сражение идет за экспу и артефакты. Этот тролль, он зарядный артефакт хорошего уровня выдает. Ну, анг. Для соло Варде, на самом деле, анг хорошая штука. Конечно, хотелось бы камень маны для пассивного регена и возможность поражать сразу. Полностью маны восстановить. Но тот факт, что Варька уже четвертого уровня, это очень круто для эльфа. Правда, она сейчас пустая. Телепорт сразу не задумываясь. Вот это да. Ну, соло Варден, лорницы, протектор и тайминговый магазин. Вот это вот тайминговый магазин. Обратите на него внимание. Идет грейд на Т3. Заканчивается уже грейд на Т3. Варя возвращается четвертого уровня домой. Не может купить ни стафа, ни реген маны, ни ночь поражать. Ни черта не может сделать. Ну, Хак сейчас скрипится. Тем более ему, ну, в данный момент, почему бы не покрипится. Есть же Маутон Кинг. Варя с двумя кольцами. Армор 13. 44. Physical Damage Reduction. Ну, он понимает, что его будут пушить. Вы помните, Варька пятого уровня, который прилетает на базу, убивает рабочих, даже несмотря на магическую вышку, которую сейчас пытается построить Хавк. Ты пытаешься после этого, ну, ее в ответ как-то или одновременно с этим превентивно пушить, и приходишь там протектор 1, а то и 2. У тебя полуубитая экономика, а эльфа не взять. Просто с наскока, понимаете. Архмаг побежал. Варя почти пятая, но еще не пятая. Будет ли врываться? Опасный момент, потому что... Тут можно растерять все. Телепорт, да. Уже второй раз. Хавк, между прочим. Фоги мог подумать, что это экспант побежал вообще. Второй раз разводит Фогича на телепорт. Надо зеленую точку забрать. Зеленую точку обязательно забрать надо. Идут первые медведи. Варя здесь получит пятый, учитывая бонус. Не, не получает его. Не получает. В любом случае, он должен сейчас проверять, есть ли у противника база или нет. Ну и выходить харасить, потому что... Где же пятый уровень-то взять, а? Да, разрядился в рифла, но он хотел как раз пятый уровень получить. Но рифла прикрыли. Мало только риджов. Вот такую варьку пушить приятно. Главное юнитов не отдавать, хотя это крайне сложно сделать. Орбу берет, и Аймшу должны брать вардынка. Плюс регенерацию маны. Я не знаю, что он вообще ничего не берет. А где диспел? Там элементаль просто под пятый левел стоит. Раз, два. Пятый вардын, здравствуйте. Фогич полетел вперед. У него нет ни Аймши, ни Арбы. Ловит еще один молоток, второй. Светоключение шикарное от Хошка. Варя возвращается. Новые медведи. Хорошие ножи, хороший молоток. Там МК просто с этой, с... Риджов, Риджов. Ой, сейчас отобьется. Еще минус райфл, еще минус райфл. Отбивается, кажется, Фоги. Блин, а вроде хорошо давил Хошка. Пытается Хавк сейчас эту варьку забрать. Там снова Риджов, и она почти шестая. Ну да, был прав товарищ в чатике по поводу вардын. Умудрилась она очень быстро прокрепиться. Светоключение взял. Ну и дальше все должно идти просто под диктовку. Под диктовку у Фогича. С появлением шестого уровня. Он может вообще одну атаку убить. По сути, ему нужно на текущий монопул убить, там, двух-трех юнитов. Все. И все, и ульта. ГГ. После таких игр хочется сказать, что вардын вообще имба. Чертова. Чертова имба. Все, ну Хавк вроде контролил, старался. Старался не давать ей крепиться. В результате сам ее накормил. А Фоги даже, даже несмотря на потери двух телепортов, даже несмотря на потери двух телепортов, он умудрился, ну помните, его на мастерской сверху пришли, это же был не ТП на ТП, это просто ТП, то есть минус 350. И второй раз минус 350. И при этом он построил протектор у себя на базе, какие у него вложения были классные. И тем не менее, стандартный выход в Медведей дал такой результат. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...